Наталья Гвоздикова Лапулинка, а что если мы возьмем и обрадуемся на пару? Что смотришь? Гроши есть Это она? А как вы думаете? Как она прекрасна Эти светлые глаза, светлые волосы, ямочки на щеках Вот и какая-то красота необъяснимая Просто, знаете, как бывает шикарная советская кинозвезда, красавица Наталья, это может быть женщиной-мечтой для каждого мужчины А она выбрала Евгения Жарикова Их семья для всей страны казалась образцом для подражания Но измена мужа в одночасье разбила многолетнюю легенду И все же, несмотря на душевную рану, Наталья простила его во имя любви Евгений Жариков, народный артист России, скончался в январе 2012 года После смерти мужа Наталья Гвоздикова никого не пускает в свой дом И только с нами она решилась заговорить о сокровенном О неверности мужа, о своей судьбе и о том, могло ли все сложиться иначе Видите, фотографий много, но вот как все было при Жене, так я ничего не стала менять Глядя на фотографии, развешанные по стенам квартиры, сразу и не разобрать, что это Семейные снимки или кадры из сыгранных фильмов Настолько тесно Гвоздикова и Жариков переплелись в зрительском восприятии С созданными ими экранными образами Я когда увидел эту пару Жариков и Гвоздикова Для меня это, вы знаете, тогда так соединилось вместе Это то же самое, как, например, я не знаю, Карл Маркс и Фридрих Энгис Знаменитыми на всю страну актеры стали в середине 70-х Сразу после выхода легендарного сериала «Рожденные революцией» Этот фильм круто изменил их личную жизнь Во время съемок Гвоздикова и Жариков сыграли свадьбу и стали счастливыми родителями Свадьбы у нас как таковой не было Мы, конечно, были свидетели, было немного цветов, не было никаких специальных нарядов Нас отпустили в Москву всего на три дня, потому что в это время мы снимались в Питере Мы сели в машину и поехали по делам Да и мы были счастливее Тогда мы были моложе Не смейся, я серьезно Ну хорошо, не буду А что это ты о прошлом затасковал? Не так уж сладко было Вот так и живем Да, ну и так Как песню мы с тобой поем? Не ждем тишины Вот так и живем Не ждем тишины Мы ее на стенах шеи, как прежде верны Вот уж точно В семье Жариковых никогда не ждали тишины Да и не было ее Здесь всегда бушевали страсти Но их никогда не выставляли на показ А годы летят, наши годы, как птицы летят И некогда нам оглянуться назад Зрителям всегда казалось Вот пример счастливой семьи Как в кино Но была ли жизнь звездной пары настолько безоблачной? Как пережила измену мужа Наталья Гвоздикова? И каких сил ей стоило сохранить семью? Как я живой до сих пор еще хожу, я не знаю Давно, давно мне быть убитым Она пережила трагедию такую, потеряв Евгения Ильича Действительно, потому что Ну были какие-то у нее, может, неприятности Там в жизни То, что журналисты пишут и знают Об этом все было Ну случилось так Ну, господи Ну, мужики есть мужики Ну, все произошло Ну, что же делать? Она осталась навсегда верна своему мужу И продолжала его поддерживать, несмотря ни на что Хотя судьба Гвоздиковой могла сложиться совсем иначе Савицу Наташу всегда окружали влюбленные поклонники Интерес к девушке, как ни странно, подогрели западные журналисты До сих пор остается загадкой Как первокусница Гвоздикова попала на обложку популярнейшего иностранного издания Для СССР середины 60-х история почти невероятная В 67-м году я только поступила во ВГИК Меня пригласили для обложки какого-то журнала Честно говоря, пусть это останется интригой, что это за журнал Но мне было непонятно, почему выбрали именно меня Но и в то же время очень приятно Вот она, фотография с обложки западногерманского журнала Штерн Красота восходящей кинозвезды вскружила голову европейцам Что уж говорить про соотечественников Во ВГИКе очень многие были мужики в нее влюблены И не только с актерских курсов Но и с режиссерских курсов, и с сценарно-киноведческих факультетов Невероятно, но в детстве будущая звезда советского экрана Вообще не любила ходить в кино И не считала себя красавицей Даже в зеркало лишний раз старалась не глядеть Я всегда рыдала и говорила, мам, почему я такая некрасивая Почему у меня курнулся нос Почему у меня не голубые глаза Почему вот я такая А у мамы у моей голубые глаза У моей сестры голубые глаза Правда, у папы были зеленые глаза Поэтому у меня глаза в папу зеленые Но очень часто почему-то в прессе пишут обо мне ее голубые глаза Все изменит переезд в Ленинград Куда Гвоздикова последовала за старшей сестрой Людмилой Актрисой театра Аркадия Райкина Та уговорила Наташу поступить на актерский Но конкурс туда был слишком велик Все решила как бы случайная встреча Во всяком случае так сама Гвоздикова рассказывает сегодня зрителям И в квартиру влетел народный артист Советского Союза Герой социалистического труда Известнейший режиссер Сергей Аполлинаевич Герасимов Который впился в меня глазами И сказал Ну что, Наталья, артисткой хочешь быть? Ну, естественно, я сказала да Он подошел к телефону Набрал Москву Попросил к телефону Фурцеву И сказал, Екатерина Алексеевна, я вообще набрал уже курс Но мне нужна еще одна единица Спасибо большое Ну что ж, Наталья, поздравляю Вы студентка моего курса Их курс окажется одним из самых звездных В первую очередь из-за количества красавиц Которые составили Гвоздиковой серьезную конкуренцию Первая девочка встала и сказала Меня зовут Наташа У меня очень смешная фамилия Я Наташа Белохвостикова Встала вторая девочка Со стрижечкой Сказала Ой, у меня тоже смешная фамилия Я Наташа Гвоздикова Дальше встала Наташа Оренбасар Потом поднялась я и сказала У меня фамилия не смешная Я Наташа Бондарчук Так курс и прозвали Курс четырех Наташ Гвоздикова, в отличие от других студентов Сдавала только общеобразовательные предметы И поступила без экзамена по специальности Помогла протекция режиссера Сергея Герасимова Однокурсники считали, что мастер Уделял Наташе слишком много внимания За красивые глаза У меня были потрясающие ножки точеные Фигурка тоненькая Она была просто прозрачная Вот, и чудное лицо Огромные глаза Роскошные волосы Однокурсники Гвоздиковой Из зависти пытались объявить ей бойко А супруга Сергея Герасимова Знаменитая актриса Тамара Макарова Не на шутку приревновала мужа Красавицы-студентки Тамара Федоровна предложила, чтобы я взяла Академический отпуск И закончила две картины А потом продолжила учиться Как это бывает в театральных вузах А Сергея, предназначе, сказал нет Нет, моя дорогая Это твоя теперешняя жизнь Поэтому привыкай к ней Тогда многим казалось Перед Гвоздиковой распахнуты все двери Впереди слава, красивая жизнь Яркая любовь Но какую цену заплатила за это Наталья Гвоздикова? Сколько здесь было всего хорошего Но были и слезы И разочарования Ой, целая жизнь, Господь Евгений Жариков к тому времени уже закончил книгу И тоже мастерскую Герасимова и Макарова Иногда он забегал в альмаматор За советом педагогов Если и видел Наташу в институтских коридорах То никакого внимания на нее не обращал Можно сказать, что первая встреча Гвоздикова и Жарикова Состоялась в кинотеатре В 1967 году старшая сестра повела Наталью На премьеру фильма «Таинственный монах» В главного героя, стройного красавца Жарикова Сестра Наташа была по уши влюблена Милый толкал меня рукой Говорит, смотри, смотри Вот, вот он сейчас, вот он сейчас появится на экране Но меня это мало занимало А я посмотрела и сказала Ну, Жариков, Жариков, ну и что? И особого впечатления он на меня не произвел Дело в том, что на курсе четырех Наташ, где училась Гвоздикова Был свой герой Коля Ременко, он уже во ВГИКе, он был звезда Вот, и очень красивый И его все обожали И он играл не только на нашем курсе Но и на других курсах его приглашали Режиссеры Играть в каких-то своих отрывках, постановках Известный покоритель женских сердец Не обошел Гвоздикову своим вниманием Подкарауливал за углом Ухаживал Однажды то ли в шутку, то ли всерьез Гнался за ней с вилкой в руке Обещая заколоть, если выберет другого Но практичная Наташа Так и не ответила на его чувства Как выяснилось, былкий поклонник Оказывал внимание и другим Наташам Ей же хотелось, чтобы обожатель был влюблен только в нее Совсем недавно Наташа Бондарчук мне рассказала Что она перехватывала записки, адресованные мне Думая, что это записки ей А Коля, ну, Коля был, как все мальчишки И влюбчивые Иногда он настолько забывался, что записочки Шли как бы через меня Гвоздиковой Или через Гвоздиковой ко мне В конце концов попадали Белохвостиковой Она проходит знакомыми коридорами в ГИКа Спустя 40 лет И, кажется, заново проживает свою молодость Когда мы репетировали маскарад С Колей Еременко Да Я обычно сидела вот здесь Так у нас стали парты 1970 год Еще студенткой в ГИКа Гвоздикова начинает работать в кино В картине «Ох уж, это Настя» Ей достается роль старшей сестры И удивительное совпадение Фамилия ее экранного ухажера Жариков Саша, Жариков! Терпеть не могу на Зойлевых И с незнакомыми не разговариваю даже по телефону Сейчас же уезжайте отсюда! Тогда она и не представляла Сколько раз ей придется сыграть роль жены Жарикова А главное, к каким последствиям для нее, как для актрисы, это приведет Кто-то там считает, сколько раз я жена Жарикова Во-первых, я никогда не считаю количество своих ролей А потом в кино у меня были и другие кавалеры Сериал «Рожденная революция», где она впервые сыграет супругу Жарикова Был не первой их совместной работой Годом раньше Наталья и Евгения встретятся на съемках фильма возле этих окон Вот здесь-таки на студии «Мосфильм» я была приглашена на одну из главных ролей И познакомилась с актером Евгением Жариковым Кстати говоря, ни он, ни я не хотели сниматься в этом фильме по ряду причин Но тогда нас вызвали генеральному директору Николаю Сизову Николаю Трофимовичу Сизову Который в приказном порядке нам сказал Ребята, надо сниматься Что мы и делали Здравствуйте Здравствуйте Проходите На экране они изображали взаимную влюбленность Сложно поверить, но Гвоздикова потом признается Жариков совершенно не в ее вкусе Ну, минут на 15, что ли, я сейчас не помню Я опоздала Ему это не понравилось Ну, не понравилось, не понравилось Подумаешь Вот, а мне тоже в нем не понравилось Что придраться, не к чему было Весь привязанный, весь такой Так и хотелось подойти, взъерошить его Или еще что-нибудь сделать До свидания До свидания Ни Евгений, ни Наталья В тот момент даже представить себе не могли Что через каких-то полгода он сделает ей предложение Они распишутся, родят сына И проживут вместе почти четыре десятилетия Какие еще сюрпризы готовила им судьба? В какой момент взаимная неприязнь превратилась в любовь? И почему Гвоздикова согласилась связать жизнь С известным в киношной среде сердцеедом Жариковым? Гвоздикова Узнала о том, что у него роман на картине Мне об этом сказала ассистентка Вот, и тоже проявляла свой характер Садилась в автобус, допустим Она садилась в одну сторону Я садилась в другую сторону Он входил в автобус И я смотрела, кому он сядет к ней или ко мне Вот я была замужем, он был женат Но я чувствовала, что я ему нравилась Вот так можно целую жизнь прожить рядом И не встретиться Ну вот и встретились Вы знаете, на экране все видно Как актеры относятся друг к другу А уж если встречаются такие красавцы В тот период, как Евгений Жариков И Наталья Гвоздикова Ну, вы знаете, я так думаю Это и должно произойти, что они влюбились Для молодых актеров первый совместный фильм Стал в какой-то степени пророческим И не только в любовных отношениях По сценарию герой Евгения Жарикова Во время драки за свою любимую Которой играет Гвоздикова Получает серьезную травму на гид И не может ходить Именно потому последнюю сцену Актер играет, сидя в кресле Здравствуйте Садитесь, ребят Я сейчас встану Миша, я прошу, тебе врач не разрешал сдавать Годы спустя Уже не на экране, а в жизни Жариков окажется прикованным к инвалидному креслу Тяжелую травму актер получил на съемочной площадке Фильма «Смерти нет, ребят» Неудачно упал с лошади при исполнении опасного трюка Тогда молодой организм вроде бы справился с недугом Но через 10 лет врачи поставят устрашающий диагноз Это был 1986 год И мы сделали снимки Первый раз Где на рентгеновских снимках Все стало ясно И ему еще в 1986 году сказали Вам предстоит очень большие проблемы Тяжелая болезнь, которая прервет карьеру Евгения Жарикова Станет не единственным испытанием в жизни актерской семьи Но тогда, в начале 70-х, казалось, что впереди только успех и признание зрителя Наталья Гвоздикова получает от режиссеров одно предложение за другим Таких актрис очень мало Их на перечет Которые умеют петь, которые умеют танцевать Она уже поступила со всем этим букетом возможностей Поэтому, конечно, ее стали очень рано снимать Сразу после окончания съемок возле этих окон Жариков и Гвоздикова попадают на кинопробы для рожденной революции Решающее объяснение между ними еще не состоялось Но Жариков уже ищет встречи В том числе и на съемочной площадке К тому моменту он уже страстно влюблен Женя понимал, что если он будет работать Работа большая, серьезная, глубокая А я в это время буду заниматься чем-то другим Тем более, что у меня уже были проекты У меня еще две картины были Он понимал, что он может меня потерять Потерять Гвоздику он мог в любой момент Ее красота и обаяние притягивали мужчин, как магнит На съемках каждого фильма она обзаводилась новыми поклонниками И актерами, и режиссерами, которые влюблялись в нее с первого взгляда Лапуленька, а что если мы возьмем и обрадуемся на пару? А? Че смотришь? Гроши есть Гражданин, вы тут не хамите Работайте, работайте А то только глазками стрелять туда-сюда У Василия Шукшина она сыграла эпизоды в двух картинках Печки-лавочки и Калина Красная И хотя главный шалей он Гвоздиковой не предлагал Но приглашал к себе снова и снова Он ее снял в небольшом эпизоде Там молодежь сидит в поезде, едут Я не помню фильм «Печки-лавочки» кажется Где Наташа там играет какую-то студентку и то все Вот Василий Макарович просто ее пригласил на этот маленький эпизод Он просто сказал, говорит Наташка, я хочу, чтобы ты была рядом Мне тепло В следующем фильме я тоже должна была сниматься И я потом, когда уже через много лет встретила Толю Заволодского Нашего оператора Он мне абсолютно четко сказал Наташа Василий Макарович, тебя очень любил Молодая красавица снимается много и успешно Да и у мужчин на съемочной площадке она все больше пользуется повышенным вниманием Все это не могло не вызывать зависти Нет, может быть кому-то что-то не нравится, что я делаю Но по большому счету Господь вот И не только Господь Подлости я никому не сделала В телехите 70-х Большая перемена Гвоздиковой досталась роль первой красавицы И хотя Гвоздикова оставалась в основном за кадром Существуя в мечтах главного героя Для телезрителей она стала настоящей иконой стиля У нее роль такая функциональная Она красавица Должна была быть Потому что у нее самая сложная роль В общем в картине Она должна исполнять роль девушки В которой все влюблены И это все есть Это она А как вы думаете Как она прекрасна И вот мне было не безразлично Кто будет играть Полину И вдруг появилась Он мне показывает Знакомит Гвоздикова Я посмотрел Такая белокурая Синеглазая Излучающий свет Такое светлое такое существо Вот так Я подумал Это она Вот то обаяние Которое существует в актере Оно передается персонажу То что Кого он играет Надев черный парик Гвоздикова Стала знойной брюнеткой В этом образе Она разбила Не одно мужское сердце Это что? Сюрприз? Вон! Сюрприз! Вот здесь моя героиня Звонила из будки телефонной И говорила Ивану Бери деньги все Раньше этот магазин Назывался Минск Вот здесь как бы Происходили события Когда Иван узнает Что костюм-то покупать будут Не ему А Нестору Петровичу Северину Здорово! Понимаешь? Вот я выхожу за него за Помоги нам купить костюм А то что это такое? Наталья Гвоздикова Сама чем-то похожа На свою экранную героиню Она также с легкостью Разбивает сердца мужчин Не устоял перед ней Режиссер большой перемены Алексей Коренев Корень с ней Относился нормально Она симпатичная женщина Он мужик был Вот он относился к ней Симпатией Но таково его было Видение вот этого треугольника Заранее он отвел роль Вот такого приза Красивая женщина Приз Ради которого мужчины борются У вас что семейная ссора А Ваня Федоскин вроде Громотвода Нет? Я тоже гордый человек Прощать Вобл Уже после выхода Большой перемены на экран Гвоздикова вдруг обнаружит Что сразу несколько эпизодов С ее участием Так и не вошли в фильм Эта актриса Объясняет местью режиссера За то что не ответила Взаимностью На его ухаживание Проявляя Ко мне знаки внимания Получила отпор И это был не первый случай В моей профессии Просто я не хочу обижать тех людей Которые еще живы С которыми не работают Но мне доставалось Во время съемок Большой перемены Внимание Гвоздиковой Добивался и супер популярный Тогда Савелий Краморов И даже Предлагал ей выйти замуж Когда в машине Мы с ним ехали Он меня спросил Говорит А могла бы такая девушка Как вы Стать женой моей Чего-то я там Наболтала Но о том что я замужем Я по-моему Я ему не говорила Вон Видал про которую я тебе говорил Вот она его и любит Она у нас вторая По красоте в классе После моей Многие были влюблены В Гвоздикову Вся группа бегала за ней Начиная от ассистентов Заканчивая режиссером Ну Главный герой-то был Жариков И он победил Я то пойму Чего-то меня никто понять не смог Дай бог В нашем утилете Волка поймать Ничего Мы пскопские Мы поймаем Среди огромного количества поклонников Гвоздикова все-таки выбрала Одного И на всю жизнь Евгения Жарикова Начало союза знаменитой актерской пары Положили съемки в фильме Рожденная революция Именно тогда актеры впервые сыграли В кино мужа и жену Тогда же поженились Для этого им пришлось развестись С прежними супругами Первый муж Гвоздиковой Не был актером Он постоянно ревновал ее к профессии И многочисленным поклонникам Я любила своего первого мужа Поэтому это не было так Что выскочила замуж Так по дурости И прочее Нет по определенным причинам Я понимала Что мы Жить Долго не будем Да и собственно С Женей вообще Не программировала ничего Вот И вот как раз Во время этого проб У нас с ним И произошли объяснения Но этого Могло и не произойти Ведь кандидатами На главные роли Были другие актеры Режиссеру фильма Григорию Кохану Пришлось выдержать Настоящую битву Отстаивая перед руководством Евгения Жарикова А жену генерала Кондратьева Должна была играть Актриса Галина Орлова И когда я приехала На пробы Жене Уже как и другие актеры Многие Был утвержден Вопрос оставался Только по поводу героини И мне сказали Кто должен играть Уже эту роль Из актрисы Что удивительно Наталья Гвоздикова Пришла на пробы Уже с почти готовым образом Главной героини Режиссера достаточно Было более внимательно Присмотреться К одной из предыдущих Работ актрисы Костюм Прическа Улыбка Как будто кадры Из кинопроб К рожденной революции Ее Мария Кондратьева Будет выглядеть Именно так И эта Невероятно обаятельная улыбка Вскоре принесет Актрисе Всенародную славу Этот образ Гвоздикова Примерила впервые на себя В 1970-м За три года До звездной роли Маши Кондратьевой Для Натальи Фильм «Город первой любви» Был второй большой работой в кино Он рассказывал о том Как большое чувство Рождается среди ужасов Гражданской войны Сколько с самого детства Слышишь Вычитываешь в книгах Пышных и возвышенных слов И чувствуешь Что все они пустые Просто слова Гвоздикова В роли дочери Директора гимназии Ее возлюбленного Красноармейца Филиппа Играл Борис Галкин Он на самом деле Страстно влюбился В Наталью И на экране Это было заметно Наталья была В те времена Да и сейчас Слава Богу Неотразимо Хороша собой Просто Невероятно В нее Кто только не был влюблен Начиная от Осветителя Заканчивая Александром Яшин И я попался В ту же самую когорту Неужели ты не видишь Как я люблю тебя Почему ты не хочешь Чтобы я всюду была с тобой Все оказалось Очень серьезно Борис Галкин Даже познакомил Наталью со своей семьей Но его любовь Так и осталась Без ответа Он пытался за мной ухаживать Даже познакомил меня Со своим отцом И возможно Какие-то планы у него По отношению ко мне были Но мое сердце Было занято Другим человеком И вдруг Какая-то другая жизнь Другая правда приходит И хочется все это узнать И понять Ситуация на съемочной площадке Рожденной революцией Меняется в последний момент Уже утвержденную на роль Марии Кондратьевой Актрису Неожиданно снимают с картины Жариков упрашивает режиссера Отдать эту роль Наталье Любовь к ней Придает его словам Больше убедительности В конце концов У Пригоря Кохана Не остается сомнений Такой и должна быть Главная героиня Образ Созданный Натальей Гвоздиковой Станет настоящим открытием И надолго запомнится Телезрителем С лицом на экране От которого оторвать глаз было нельзя Это вот в этом нашем знаменитом сериале Про ЧК Рожденной революции И это было нечто феноменальное То есть среди всех Кто был на экране Что бы ни происходило Как бы режиссер не выстраивал действия Смотрел только на нее Вот здесь мы снимали вход Когда я веду Милиционера в Эрмитаж Кстати говоря Мы снимали в настоящем Эрмитаже Тогда это была большая редкость И запомнилась мне Руссетка У меня были туфельки Того времени В которых подошва была Как папиросная бумага И практически я шла босиком В своем звездном фильме Актеры сыграли самих себя Жариков и в жизни Отличался таким же Беспечным характером Как его киногерой Рассудительная и спокойная Гвоздикова Не раз сдерживала Его порывы Женя как бы Деньгами распоряжался Очень лихо Налево, направо Особо не задумывался А ей нет Пойдем мороженое съедим Так На все Ой, что вы Он шутит Две порции сливочного А что, гулять и гулять Он же мог стать Поставить перед фактом Наташа, я еду в Германию Покупать машину Как ты ешь в Германию? Зачем покупать машину? У нас есть машина Я хочу машину Все Садился и ехал В Германию И приехал на машине На которую деньги ему дала Наташа Нужно обливаться холодной водой Это очень полезно С таким удовольствием Я ее холодной водой поливал Она визжала А я испытывал истинное удовольствие У нее был достаточно жест Требовательный характер Я бы сказал Не жесткий, а требовательный Конечно, она к себе Ну, соответственно Адекватно она требовала к себе И внимания И такого вот Почитания В официанты приехали поступать? Не понимаю А у вас все данные для этого? Внешность, манер Опять же, кушать подан Чай пить будете? А вы мне станете прислуживать? Последние сцены с участием Натальи Гвоздиковой Семья доигрывала фактически уже втроем Сын Федор Появился на свет Через 12 дней После окончания съемок Говорили, что режиссер Вынужден был погубить Героиню Гвоздиковой Раньше времени Из-за беременности актрисы Это неправда С самого начала было известно Что она погибнет И Жариковым проделывалась Колоссальная работа По поводу того, чтобы Мария Осталась жива Ничего не может Повязать с Кондратьевым Но нам, говорит, нужно Кем-то пожертвовать Вот пожертвовали Марии После оглушительного успеха Премьеры рожденной революции Супруги сыграют семью на экране Еще в 15 фильмах Зритель принимает их Как одно целое И даже коллеги В шутку придумают Общее Одно на двоих прозвище Жареные гвоздики Их всех знали Их все любили Вот эту пару Наверное, и сейчас Вот кто скажет Скажет Жариков Обязательно скажет И Гвоздикова Или скажет Наталья Гвоздикова Скажет и Женя Жариков Потому что они были Не разлей вода Конечно, Наталья и Евгений Делали попытки Разрушить устоявшийся Экранный стереотип Главной супружеской пары Советского кино Но других ролей Гвоздиковой Не предлагали По сути Она осталась заложницей Своего кинообраза Примерной женой Был период Когда у меня Не было съемок Но, во-первых Мы с Женей Категорически Стали отказываться От мужа и жены В кино Потому что Это просто Застрелиться дома Муж и жена В кино Муж и жена Если раньше У Натальи Гвоздиковой Уходила по Несколько фильмов В год То в начале 90-х Она не снималась Шесть лет подряд Отечественное кино Переживает Трудные времена В похожем положении Оказываются Многие актеры Но для популярной Актрисы Которая раньше Не покидала Съемочную площадку Это было Тяжелым Испытанием В 90-е годы Павильоны Всех наших киностудий Были практически Пустые Наше кино Не существовало Было грустно Заходить в павильоны Да я тогда Старалась и не заходить Ее поколение Одно время Очень много Играло в кино Очень много Причем замечательные роли Она характерная актриса Очень яркая У нас даже в концертах В Артеке Которые мы делаем Она играет То какую-нибудь старуху То какую-нибудь То какого-нибудь Мужчину Ну какие-то комедийные вещи Ну вот не видят меня Характерные артистки И до сих пор я как бы Я пытаюсь делать что-то такое Изменять характеры Чем старше становишься Тем сложнее будет вообще С этой профессией Ролей для молодых Всегда Много больше Три-четыре Мы придем Анитка тянется Нам работа наша нравится Мы придем Анитка тянется Нам работа наша нравится Я не знаю Почему так сложилось С одной стороны Она вроде была бы на виду Вот скажи кому Гвоздикова Так знает Гвоздикова Но почему Почему возникают Новые актеры Никому не известны Им дают эти роли А Гвоздиковой нет У Жарикова Отношения с кино Складываются успешнее На экране он с новыми Молодыми и красивыми Партнершами Хотя роли у актера Теперь возрастные Губернатор Политический деятель Начальник уголовного розыска Криминальный авторитет Женя как-то снимался больше Я снималась меньше Обида была какая-то Берешь любой сценарий Мужских ролей Море Женских 2-3 Последний раз Гвоздикова и Жариков Сыграли супругу В телефильме Барышня Крестьянка В 1995 году Когда я начала сниматься Фильм Барышня Крестьянка Режиссер попросил меня Поправиться на 3 килограмма Но я тоже Выдвинула свое требование Говорю Тогда моя помещица Рощина Будет абсолютно без грима И действительно Кроме буколек И платья того времени У меня больше никакого грима не было Но моя героиня Блистательно при этом Говорила по-французски Что он называется Французскому не обучено Кто бы мог тогда предположить Что попытка разрушить Устоявшийся на экране образ Обернется в конце концов Грандиозной драмой в жизни Именно в это время У Евгения Жарикова Начинается роман на стороне Который через несколько лет Станет тяжелейшим испытанием Для всей семьи Нас пригласили в Кремль Свою сидит Наташа Я говорю Здравствуй Наташенька Как дела? А что? Она мне говорит И я не поняла Вот этой агрессии Вдруг ни с того ни с сего Вот И значит Когда там за кулисы зашла Я говорю Почему Наташа В таком плохом настроении И мне рассказали эту историю ужасную История Которая приведет к громкому скандалу Началась в конце 80-х Именно тогда Евгений Жариков Становится первым президентом Гильдии киноактеров Советский кинематограф В глубоком кризисе Чтобы как-то изменить ситуацию Жариков Предложил организовать Ежегодный фестиваль Где-нибудь в провинции Это должно поддержать Зрительский интерес Да и самих актеров Местом проведения фестиваля Созвездия Выбрана Тверь Что творилось в Твери Это просто Вы не можете себе представить Вся Тверь дрожала Мы работали в цирке Были переаншлаги Народ ломился Каждый человек Который выходил из гостиницы На него набрасывались Брали автограф Тогда Никто и подумать не мог Чем закончится для семьи Увлеченность Евгения Жарикова Тверским кинофестивалем Именно здесь Близкие отношения С местной журналисткой Татьяной Секридовой Та почти на 20 лет моложе Рожает ему сына Потом дочь Неужели все эти 10 лет Вторая семья мужа Оставалась для Гвоздиковой тайны А вот это же мое дело Я всегда себе говорила Нет, нет и нет И все Перестрадать, да Но не входить глубоко В эту историю Чтобы потом не делать Еще больше боли И этому человеку И себе, естественно, тоже Казалось, в начале 2000-х Измена Жарикова Для всей страны Стала чуть ли не главной новостью Сенсационные заголовки В газетах Откровения участников Громкого скандала Молчал только один человек Наталья Гвоздикова Вы не можете себе представить Какие мне предлагались деньги За то, чтобы я давала интервью На эту тему Я не имею к этой истории Никакого отношения Я в ней не участвовала И вот когда я Стал Зрителем этого скандала Мне, конечно, Наташу стало жалко Вообще в такой истории Всегда жалеешь больше женщин Потому что, как правило, молва Более беспощадна к женщине Чем к мужчине Широкая публика Жаждала подробностей Как отзовется сторонний роман На отношения к супругам Но только самые близкие люди Видели, что настоящая беда Пришла в семью с другой стороны У Евгения Жарикова Обострелись проблемы со здоровьем Злополучный кавалерийский кинотрюк Который в 70-м занял на экране Какую-то секунду Теперь привел к тяжелой Быстро прогрессирующей болезни Когда ему было уже трудно ходить У нее уже была травмирована нога Наташа поддерживала мужа Как творческий Чтобы у него было ощущение Вот актерства постоянно Именно благодаря ей Он выходил на сцену Они даже стульчик так вот организовывали Чтобы он сделал шажок И взялся за поручень Чтобы ему можно было Вот это выдержать Самой Наталье Гвоздиковой Выдержать это все тоже было нелегко Измена мужа Двое детей на стороне Но, несмотря ни на что Именно она останется у постели Больного Жарикова Чтобы выхаживать его После операции Сначала замена одного тазобедренного сустава Потом замена второго тазобедренного сустава Я помню, что когда мне пришлось Сделать ему перевязку Но перевязки были довольно сложные Я просто не хочу рассказывать всякие подробности Я чуть в обморок не упала Вот это было страшно И, наверное, больно Взрослый сын Федор Вынужден был оставить работу Чтобы ухаживать вместе с матерью за отцом И помочь родителям Пережить все неприятности Которые обрушились на семью В этот момент Как-то сразу стали заметны перемены В отношении окружающих Вроде бы недавних преданных поклонников Знаменитых актеров Бывало, что в магазине даже бывало такое Что, например, придем вместе Там, например, отец тогда болел уже И он, например, подходил и говорил Девочке Давайте Мне без очереди Потому что мне стоять тяжело И не все люди это понимали Не все люди это понимали Некоторые бросались Даже вот, известный человек А без очереди идете Ну, такие случаи бывают Они держались до последнего Отбиваясь от атак прессы Стараясь сохранить себя Под обломками Казалось бы Навсегда рухнувшего образа Эталонной семьи Их не зря называли Жареные гвоздики Понимаете? И поэтому характер Который я увидел В рожденной революции Это вот Наталья Федоровна Это знаете Такой очень сильный характер Она по жизни Такой у нее характер Кто в домах Наташа Ну, почему Наташа? Наташа хозяйка Я, получается, какой-то узурпатор Нет, почему? Ты просто главнокомандующий Это последнее совместное интервью Гвоздикова и Жарикова Между ними уже все произошло И разлад, и драматическое объяснение Наталья изо всех сил Старается хотя бы внешне Сохранить образ счастливой семейной пары Мы даже весной собираем грибы Как они называются такие? Сморчики Сморчики Правда-правда И причем, когда у нас не было дачи Я их вот так вот в лесу пинала Когда мы приезжали А теперь мы собираем Что делаем? Собираем Ещё что делаем? Жарим Отвариваем Жарим Нет, неправильно Жарит Отваривает Вымачивает Вымачивает Кто? Не «чевает», а «чевает» Это не важно Кто это делает? Я? Вот врут Наташа очень похожа на маму Вот И мама мне как-то шепнула Она мне как-то сказала Говорит Санька Ты на её улыбке Ты не покупайся Она ведь в отцапся Она вся в отцапся И так или иначе в образе И эти восприятия Абсолютно совпадают С тем, что ты видишь в жизни Один час занятий Потом ответишь на мои вопросы На чистом французском И делаешь, что хочешь Слушаюсь Монгенерал Это вообще генерал в юбке Я не очень-то хорошо это понимаю Я, конечно, совершенно не генерал Всё время придумывают Что у меня очень сложный характер Да, бывают моменты Когда мне приходится быть Очень жёсткий Но по своей сути Чаще всего Не соответствует определению Моего характера То, что о вами пишут Или говорят Это неправда Это мои две подружки Потому что Очень у меня выручает Очень правда Евгений Ильич Мне её испортил тут же Расскажи Как ты испортил мне посуду Моечную машину Ну я не туда засыпал наполнитель Ага, правильно А куда ты засыпал наполнитель? Не туда В слив Да Знаете, я его чуть не убила Свою последнюю роль Снова милицейского генерала Евгений Жариков сыграл за год до смерти В картине «Заложники любви» Опять пророческое название Такими же «Заложниками любви» Они с Натальей оставались В больничной палате Куда Жариков попал сразу после съёмок Больше из больницы Он не выйдет Женечка, ну что ещё тебе привезти И всё Женя хохотал Он смеялся Говорит Да что мне привезти Пусть Сашка ещё привезёт Анекдотов Пару новых Вот Очень веселился А старичок рядом лежал в палате Сосед Там двухместная была палата А старик отвернулся к стене И плакал Потому что старик знал Что Женя обречён И Наташа это понимала Ну мы уже знали Уже врач нам сказал Всё Евгений Жариков Скончался в январе 2012 года Подруги боялись Что Наталья этого не перенесёт А она не представляла себя Без человека С которым прожила без малого 40 лет Я видела, когда она его хоронила На кого она была похожа Это был совершенно другой человек Я думала, что она просто не выживет Видите, фотографий много Но Вот как всё было При Жене Так я ничего не стала менять Женя уехал в командировку Тамара Фёдоровна Макарова В своё время Когда умер Сергей Аполлинаевич Герасимов Она сказала Сергей Аполлинаевич для меня Уехал в командировку И придёт время Когда я к нему присоединяюсь И я подумала Как мудро Для многих Они с Жариковым Так и остались Моложавой генеральской семьёй На экране Где не бывает Ни настоящей смерти Ни старости Просто другой грим Сама Гвоздикова Не любит пересматривать Свои прежние фильмы Слишком много там осталось Пророчеств И предсказаний Есть у кино Такое мистическое свойство Навсегда оставлять на плёнке Даже скрытые эмоции В съёмочной группе Плёнка Плёнка впитала в себя И до сих пор Она отдаёт И отдаёт Энергетику Тех людей Которые были На съёмочной площадке И когда-то Эта энергетика Обязательно отзывается С событиями По ту сторону экрана Как это случилось И в жизни Натальи Гвоздикова Сыгранные роли Вдруг стали похожи На дневниковые записи Прости, Маша Вдравил я тебя Больно Это ничего Так распорядилась Киношная судьба Что режиссёры Не видели Наталью Гвоздикову В иной роли Кроме как Жены Жариковой Может быть Зря она тогда На них обижалась Были миллионы Поклонникова Сотни мужчин Готовых сию же минуту Предложить руку и сердце Но она сделала Свой выбор Прошло уже Столько времени Нет уже на этом свете мужа А она Всё равно Жена Жариковой И что бы ни случилось В радости И горести Жена Жариковой Во-первых Я не хочу Чтобы меня называли Вдовой Я категорически Против этого названия И потом Много памяти Много Много Совместного Много фильмов Люди помнят Много памяти В жизни твои близкие люди, люди, которые тебе очень дороги, и как только ты становишься по-настоящему взрослый, это всё совсем по-другому уже, совершенно другое отношение ко всему происходящему. Вот дальше точка рук, понимаете, больше обсуждать ничего не нужно. Это действительно очень важно для и общественного мнения, и для судьбы, и для памяти, светлой памяти Евгения. Она простила мужа. Точка. Дальше не надо ничего обсуждать. Редактор субтитров А.Семкин